Всем огромный привет! С вами Татьяна Сидоренко. Добро пожаловать на мой канал. И сегодня мы с вами разберем одну из самых часто встречаемых проблем при педикюре. Это, конечно же, трещины. Еще у нас есть здесь натоптыши, стержневые мозоли, но об этом поговорим с вами чуть позже. Педикюру здесь у нас больше двух месяцев. Если честно, то мы, конечно же, запустили, пропустили все виды коррекции. Как вы уже поняли, это ножки моей любимой мамы. И самое ужасное, что, наверное, когда мастер маникюра и педикюра у тебя знакомый человек, а если даже родственник, то времени найти очень сложно на коррекцию. Не знаю, как так получилось, все дела какие-то, стройка дома, в общем, куча дел, куча проблем. И вот, наконец-таки, мы решили все переделать. Как вы видите, длину мы убирали, мы их и подстригали, и подпиливали. И поэтому, в принципе, смотрелось это более-менее ничего, если смотреть с высоты птичьего полета. Поэтому начинаем мы, конечно же, со снятия. Сейчас в снятии показываю вам самую свою любимую фрезу вообще из всех фрез в работе. И, конечно же, у меня есть разные и конфигурации, и абразивы. Но вот эта фиолетовая фреза от КМИС, именно усеченный такой конусик, она моя самая любимая. У нее хорошая рабочая поверхность, она прямая. То есть, я больше люблю прямые фрезы, чем кукурузы. И это фиолетовый абразив, он настолько удобен именно для меня. Не знаю, как вы, напишите, пожалуйста, пробовали вы такую фрезу или нет. Вообще, в этом видео мне максимально будет нужна от вас обратная связь, потому что от этого в дальнейшем зависит контент, который я буду вкладывать у себя на канале. Кусачками от Сильверстар аккуратно убираю длину, убираю прямо коротко-коротко, чтобы мы потом также могли в случае чего все подпиливать. И обращайте внимание, здесь у нас очень много скопилось именно птериги, кожи под ногтевых мозолей. И первым этапом я убираю их кусачками. То есть, все то, что торчит, все то, что легко вынимается, легко оттуда вытаскивается, я аккуратненько подщипываю и просто вынимаю. Также сегодня я буду работать новым инструментом. У меня это кюретка и с обратной стороны лопаточка. Честно скажу, сначала было не совсем удобно, что кюретка здесь односторонняя. У меня вообще двусторонняя от Сильверстар. Но в этот раз я взяла такую, просто она была в пакете от стерилизованном, продезинфицированном. И вы знаете, если приноровиться, то очень удобно. Она также имеет правильную форму, правильный удобный загиб. И работает она очень хорошо в боковых пазухах и все очищает. Самое главное соблюдать угол, чтобы клиенту не причинить дискомфорт. Ножки у мамы чувствительные, поэтому работаем мы всегда очень аккуратно. И те, кто пишет, что на сухую нельзя вычищать. На самом деле сейчас то, что мы делаем, мы облегчаем себе жизнь в последующем. Вообще сегодня буду много говорить, много говорить про этапы. Видео это очень полезно, поэтому старайтесь не перематывать, не перескакивать. Информация платная, которую я даю бесплатно. Есть какая-то информация, даже из моего курса по педикюру, если вы бы хотели обучиться. В общем, все ссылочки я оставлю в описании под видео, как всегда. Аккуратно придаем форму свободного края. Здесь очень важно не поранить именно подушечку, потому что в педикюре, еще раз повторюсь, ножки у нас очень чувствительные. И сейчас я делаю, как всегда, я пилочкой на 240 грит зачищаю птериги. Самый-самый большой. Поверьте мне, всегда это делайте, потому что потом вам будет намного проще работать фрезой. И также вы сделаете обработку именно ногтей намного быстрее. Зачистили мы птериги и аккуратно, мягко-мягко, прям практически по воздуху мы обрабатываем уже ноготок. То есть, чтобы у нас не было с вами ни отслоек, ни сколов никаких. Все, зашлифовываем и выравниваем поверхность ногтевой пластины. Делаю я это, еще раз повторюсь, абразивом на 240 грит. Дальше нам нужно обязательно приподнять кутикулу и проработать боковые пазухи. В боковых пазухах открываем карман, кутикулу тоже приподнимаем. Видите, с обратной стороны у меня очень удобная лопаточка, ей я как раз таки и работала. И начинаем смотреть, что у нас там по мозолькам. Аккуратно их вытаскиваем. В этот раз, кстати, очень быстро мне поддались эти мозоли и практически сразу я их все и вытащила. Не знаю, чем это обусловлено. Всегда вообще процесс педикюра проходит по-разному, даже на одинаковых ногтях. Поэтому нет какого-то определенного алгоритма. Да, есть какие-то техники, но все равно вы должны индивидуально подходить к каждому клиенту. Работаю сейчас тупым пламенем 23 диаметра от КМИС с красным абразивом. Работаю на оборотах приблизительно 15 тысяч. И здесь самое главное, опять-таки, положение фрезы относительно ногтевой пластины. Мы ни в коем случае не трогаем ноготь вообще. Да, мы его касаемся, но мы его не трогаем. Также прорабатываем и соседние ноготочки. Работаю я сейчас на форварде. Не забывайте прочищать под ноготочком и также наши боковые валики. Переключаемся на реверс. Все те же 15 тысяч. И здесь самый, наверное, опасный угол. Вот этот. Это именно внутренний синус. То есть тот, который у нас располагается между большим пальчиком и вторым. Его почему-то у мастеров часто возникает проблема вычистить хорошо. Здесь, на самом деле, все решает натяжка. Обязательно натягивайте и смотрите в карман. И тогда вы поймете, как это все убрать. Потому что вслепую работать у вас не получится. Срез делаем самыми маленькими ножничками в моей коллекции от Silver Star. Такие крошечки, они помещаются на ладошки. И из-за того, что инструмент короткий, получается, что мы с вами прорабатываем максимально близко. То есть мы практически срезаем рукой. Я не знаю, как это еще объяснить. В общем, чем короче инструмент, тем вы лучше его контролируете. Поэтому, если вы начинашка или просто боитесь, например, делать срез ножницами, обязательно попробуйте ножницы вот такие вот коротенькие. Наношу тонким слоем базы. Здесь у нас была, насколько я помню, база от Beautix. Полюбилась она мне последнее время для педикюра. Очень удобно ей работать. Консистенция подходящая. Вообще, у меня много баз именно в работе в педикюре. Если вам интересно, напишите, пожалуйста, я тоже о них расскажу. Не работаю в педикюре вообще. Например, густыми базами это неудобно, да и не нужно в принципе. Beautix базы Meet. Стоит она дорого, но вот консистенция ее максимально подходящая. Гель-лак сегодня у нас от Low Low. Очень удобный и хороший пастельный гель-лак. Вообще, марка достаточно бюджетная. У меня их несколько цветов. Всего, может быть, штучек 10. Но плотность у пастельных гель-лаков у этих очень хорошая. И еще приятная кремовая текстура. Если посмотреть, то вы видите, что первый слой лег обычно, ну, средненько. Но на втором слое уже прям хорошая плотность. Плюс в педикюре не люблю, например, работать с жидкими лаками. Потому что ноготь плоский, они постоянно затекают в боковые валики. Этот гель-лак ложится очень хорошо. У меня есть вся пастельная коллекция последняя. И я ее достаточно часто применяю в работе именно в педикюре. Потому что, ну, удобная консистенция. Консистенция подходящая. Все гель-лаки этой фирмы, которые у меня были, я ими всеми осталась довольна. Поэтому, если у вас есть где-то, может быть, в городе, обязательно попробуйте. Хорошие гель-лаки. И стоят они не так уж и дорого. Когда мы начинаем прокрашивать маленькие ноготочки, очень важно понимать, что чем выше вы поднимете кисточку, тем меньше вы сможете захватить область. То есть, ноготь у нас маленький, кисточку выше задираем. И тем самым не пачкаем боковые валики. Прокрашиваю на первом слой под кутикулу и наношу уже второй слой просто встык. Может быть, где-то только тонкой кисточкой подправляю. Обязательно покрываем топом и опиливаем торец. Кстати, не рассказала, да, на большом пальце использовали от Louis Philippe светоотражающую гель-краску. Обожаю ее. Она плотная, но светоотражающая. Все френчи светоотражающие какие-то линии делаю только ей, потому что она намного плотнее, чем любой гель-лак светоотражающий абсолютно любой фирмы. Тоже присмотритесь. Хороший очень вариант. Травится мне эта гель-красочка для дизайна. И вот наш результат уже по пальчикам. Чистый, аккуратный, а самое главное без покраснений и здоровый. Это то, что я учу своих учеников. То есть, чему я учу именно делать педикюр красивый, чистый, но не до красноты. И вот наши пятки. Давайте первое, что мы делаем всегда, это анализируем. Что мы делаем? Первое, что мы делаем, это подбираем кератолитик. Каждый кератолитик, он работает по-разному. Есть более агрессивные, менее агрессивные. Здесь у нас кожа сама тонкая, но есть вот такие огрубелости. Поэтому какой-то кератолитик с сумасшедшим эффектом отшелушивания мы ни в коем случае не используем. Нам нужно только размягчить. Нашу трещинку, которая у нас есть, мы сжимаем с двух краешков. И получается, что таким образом мы ее раскрываем. Дальше берем зеленую морковку. Это самый первый способ. Есть еще второй способ. Если вы захотите, напишите, пожалуйста, в комментариях. Я сниму еще один способ, более быстрый. Но он требует просто больше практики и больше, наверное, сноровки. И в следующий раз я вам обязательно его покажу. На форварде и реверсе работаем. И раскрываем нашу трещинку в обе стороны. У вас должна получиться такая канавка с вывернутыми краешками. Потом эти краешки мы с вами просто сгладим диском. И все. И получится у нас хороший результат. Также, помните, я вам говорила, что буду ждать от вас максимальной обратной связи. В этих ногах у нас есть несколько стержневых мозолей. Я купила одно чудодейственное средство, которое, как говорят, что уберет эти мозоли всего за несколько дней. Буду пробовать. Пока не буду вам его показывать. Но напишите, пожалуйста, интересно ли вам узнать про результат. То есть, как это средство справится. Потому что средство не из дешевых. Но если оно поможет, то почему бы и нет. Потому что расход у него, ну, минимальный. В общем, буду ждать в комментариях ваши ответы. Твердосплавной фрезой. Вот такая вот маленькая ТВСочка я зачищаю из стержневых мозолей. И натоптыши. Посмотрите, как она быстро и прекрасно справляется. Даже ни один диск не сможет так вам прочистить. То есть, тоже очень хорошие фрезы. Именно для обработки вот таких вот самых-самых грубых мест. И дальше мы берем диск. Первый диск у меня был на 180 грит. Им я работаю очень аккуратно. Потому что напоминаю, что кожа тонкая. И с ней нужно работать деликатно. Если я беру абразив 180, то я им работаю только по тем тканям, на которых есть такой большой кератоз. Если я вижу, что поверхность максимально ровная, и на ней есть только небольшие шелушки, то здесь я уже диском этим не работаю. Здесь я уже беру диск на 240 и прохожусь еще сверху. После всех нанесенных уходов наша трещинка чудесным образом пропала. Вот так выглядят пяточки. Что напоследок хочу сказать. Самая страшная проблема, которую мне присылают ученики или просто девочки в инстаграме, это перепилинг пяток. То есть, снятие очень большого количества кожи, работа до красных, до розовых пяток, потом в дальнейшем кожа вступает в защитную функцию и начинает нарастать еще сильнее. Поэтому в конце педикюра пяточки должны быть здорового цвета и выглядеть они должны приблизительно вот так. В общем, надеюсь, что видео было вам полезным и интересным. Рассказала вам кучу-кучу всего. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Здесь еще много интересных, классных видео. Ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. С вами была Татьяна Сидоренко. Всем пока!